Всем привет, это Геннадзо Санжеса и сегодня я хочу немножко рассказать о русских магазинах в этом славном, замечательном, солнечном, голливудском городе. Все думают, если уже ты приехал на Чужбину, то любимую колбасу ты уже больше никогда не увидишь. Мало того, я вам скажу так, что здесь и поваренную соль из любимого карьера из Украины, любимую селедку, любимую колбасу или конфеты вечерники можно встретить так же само, как и если вы выйдете в своем любимом городе, буквально в следующий магазин от вашего дома. И сегодня я вам немножко покажу в одном из таких магазинов, куда я проезжаю мимо заскочил гостя, что здесь происходит и что можно купить. Так что смотрите. Если вы соскучились по гречневой крупе или по пшену, то это не проблема. Гречка, манка, горох, все для супа. Для любителей погонять чаи огромный выбор. Хочешь серый, хочешь зеленый. Такие у нас чай без пряников. Если подойти к холодильнику, то можно увидеть очень много интересных вещей. Если кто-то соскучился по киевскому торту, то пожалуйста, киевский торт. Специальная технология, где их привозят в морозильниках каких-то специальных. И он не сделан на Дерибасовской где-нибудь там, в подвале. Настоящий торт. Если кто-то хочет котлеты по-киевски, то у него будут котлеты по-киевски сегодня вечером. Или завтра утром. Или сегодня после обеда. На его выбор. Ну естественно, огромный выбор. Консерв, напитков. Напитков молодости. Тархун, есентуки, боржоми. Все есть. Ну и как же без таранки? Так что, если вы заходите пойти в баню, в русскую баню в Америке, то можете взять не только веник в русском магазине, но естественно таранку на любой вкус и цвет. Вместе с пивом. Пиво Балтика, Жигулевское, тоже есть в ассортименте. Если олень готовит, то всегда можно пойти и прикупить там и здесь же в магазине и селедку под шубой, и оливье, и тушеную капусту. И еще очень-очень-очень много разных видов мясных продуктов. Ну и соответственно, куда же без трав. От бабушки и от дедушки. И веников для бани. В этом замечательном магазине все замечательно. И любая еда на любой вкус, и книжки для детей, в общем, и веники для бани, все есть. А также есть замечательная девушка Ксюша, которая является также владельцем магазина. Ксюша, расскажи немножко о себе и о магазине. Что я могу рассказать о себе? Магазину 5 лет, и это наш семейный бизнес. Работаем, трудимся и выживаем в США. В принципе, в магазине есть все. Все самые вкусные русские продукты, молочные продукты, колбаска, мороженое, пельмени. Все наши русские салаты, без которых не обходится ни одно русское застолье. Поэтому мы любим сами кушать и любим продавать нашим клиентам. Ксюша, я не сказал бы, что по тебе видно, допустим, что любишь кушать. Вот по мне видно, что я люблю покушать. А также о том, что ты занимаешься выживанием, трудно поверить. Смотря на твою улыбку и такой замечательный магазин. А есть какие-нибудь интересные какие-нибудь истории или еще что-то связано с магазином? У тебя никто тут замуж не просился, не падал в колени, кто-нибудь кольца никому не передавал? Кольца нет, не передавали. Надо переснимать. Да, нет. Я здесь, пожалуйста, просто выезжаю. То есть никаких таких страшных историй нет? То есть на танке никто не въезжал пока, да? Все впереди. Страшных историй нет, кроме того, что, как обычно, под Новый год был скуплен весь зеленый горошек. И после Нового года все скупают гречку и мизин. В общем, самая большая проблема в этом магазине была, что скупили горошек под Новый год. В общем, пусть это будет самой большой твоей проблемой. Ладно, пошел посмотреть, что тут в магазине. Надо набрать корзинку. Я люблю пельмени, а здесь громадный-громадный выбор. Так что я подушу, посмотрю, что там будет на обед. Ну вот и закончился небольшой экскурс в русский магазин. Я показал, что, в принципе, вы можете найти все, что вы хотите, все, что вам нужно. Если вам нужно чай или что-то чаю, если вам нужно пойти в баню, вы можете найти веники, пиво. Можете взять также селедку, либо водки, либо вы можете взять таранку, пиво. В общем, все есть, включая травы от бабушки, шампуни, книжки для детей и открытки, чтобы поздравить своих близких, если кто-то еще отправляет их в лесу вручную. Так что, как говорится, в Греции у нас все есть. Это небольшой экскурс по магазину. Если у вас есть какие-то вопросы, то с удовольствием жду от вас этих вопросов, чтобы на них ответить в следующем интерьере. Ну все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok